Вас приветствует Старс Эсклюзив. В этом видео пойдет речь про Николая Баскова. Но перед началом просмотра просим вас поставить лайк и подписаться на канал. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Известному российскому певцу, композитору, телеведущему, актеру и педагогу Николаю Баскову через три недели исполнится 45 лет. Вся его творческая деятельность и личная жизнь на показ. Он ничего не скрывает от публики. Однако многих поклонников «Золотого голоса России» интересует вопрос, где и как сейчас живет единственный сын Николая Баскова, Бронислав. Как вы считаете, правильно ли поступила семья первой супруги Баскова, запретив ему общаться с собственным сыном? Напишите об этом в комментариях. Поделитесь своим мнением. В январе 2001 года начинающий, но очень перспективный певец Николай Басков, женился на Светлане Шпигель, дочери известного предпринимателя, политического деятеля и продюсера Баскова. Борис Шпигель понимал перспективы Баскова и решил его взять под свой контроль. По этой причине выдал за певца свою единственную дочь Свету. Ходят слухи, что брак Николая и Светланы был ужасным, они постоянно ссорились и не любили друг друга. Несмотря на это, в 2006 году у пары родился сын Бронислав. У певца стали появляться разногласия не только с женой, но и с ее отцом. После того, как Борис Шпигель и Басков окончательно разругались, Светлана и Николай развелись. Влиятельный продюсер сделал все возможное, чтобы Басков не видел сына. Оказывал влияние на карьеру артиста, хотел ее разрушить. Однако на тот момент Баскова уже знали не только в России и ничто его не сломило. Единственное, за что Николай сильно переживал, так это за то, что не может видеться с сыном. Спустя годы, когда Бронислав, который называл отцом другого мужчину, замуж за которого вышла Светлана, стал взрослым и решил сам встречаться со своим биологическим отцом. На тот момент и влияние Баскова стало серьезным. Он обзавелся не только вселенской славой, но и серьезными связями. Не часто, но Николай встречается с сыном, который очень похож на свою мать внешне. Долгое время мальчик жил в Израиле, но несколько лет назад переехал с семьей в элитный подмосковный поселок, что дает ему возможность чаще видеться с отцом. Желаем Николаю Баскову, чтобы справедливость восторжествовала и он продолжил общение с сыном. Ставьте лайки и подписывайтесь на Старс Эксклюзив.